Здравствуйте, уважаемые слушатели сегодняшней лекции! Рад вас приветствовать в рамках нашего лекционного курса. И сегодня у нас разговор пойдет о таком сюжете, сюжете остром, интересном, вызывающем у историков и в обществе оживленные споры, сюжет, посвященный монархическому движению в России русской миграции первой четверти XX века. То есть я буду говорить сегодня о монархическом движении, которое политически организовалось в условиях Первой Российской революции, которая проходила с 1905 по 1907 год. И, соответственно, движение это прекратило существование в России в результате революции 1917 года и какое-то время продолжало уже по инерции существовать в изгнании русской миграции. Специфика русского монархического движения во многом заключалась в том, что те, кого относили к монархистам, к консерваторам, к реакционерам, смогли соорганизоваться в политические партии достаточно поздно, позже, чем остальные политические партии. Дело в том, что в Российской империи начала XX века заниматься политической деятельностью в инициативном порядке было до определенного времени запрещено. То есть политические партии в России легально стали появляться только после Царского манифеста, который был издан 17 октября 1905 года. Но поскольку те политические партии, которые боролись с монархией, совершенно не соблюдали законодательства, и законодательные запреты не были для них препятствием, они стали создавать свои партийные структуры гораздо раньше. Первыми создали свои политические партии-революционеры, которые стремились насильственным путем изменить государственный строй. Затем создали подобие политических партий и уже, по крайней мере, были готовы к тому, чтобы превратить их в полноценные политические структуры. Российские либералы, которые стремились преимущественно эволюционным путем изменить политический строй страны, и лишь защитники царского самодержавия оказались в самом конце этого движения и стали организовывать свои политические структуры тогда, когда царь это разрешил. То есть тогда, когда это стало можно. Таким образом, упустив значительную часть времени и опоздав по сравнению со своими политическими противниками. Какие партии относятся к монархическому движению в России в указанный период? Это те партии, которые стояли на страже таких принципов, которые были сформулированы еще в 30-е годы XIX века министром народного просвещения графом Уваровым и стали главным лозунгом русского монархического движения до 1917 года. Это знаменитая риада православия, самодержавия, народность. Вот те политические партии и структуры, которые стояли на страже этого девиза, принято называть в литературе монархическими, иногда консервативными, иногда реакционными. В рамках данного периода их часто называют правыми, также называли их черносотенцами, революционерами справа, монархистами, националистами и так далее. Речь идет об одном и том же движении, которое, правда, не было едино и было представлено самыми разными политическими структурами, у которых было много общего, но и кое-что отличное. Общее, как я еще раз подчеркну, это была приверженность православию, самодержавию и народности. Какие это партии? Если говорить о них в порядке их возникновения, то монархическое движение в организованном виде начинает зарождаться в Москве. И уже в 1905 году, в разгар революции, появляется русская монархическая партия, во главе которой стал издатель газеты «Московские ведомости», ведущей консервативной газеты Владимир Андреевич Грингмут. Это «Союз русских людей», который также появляется в Москве, во главе которого становится князь Щербатов. Чуть позже осенью, в конце осени 1905 года, возникает организация в Петербурге, «Союз русского народа». Ну, а несколько позже, в 1907-1908 году, появится такая организация, как «Русский народный союз имени Михаила Архангела», и еще позже, где-то в 1908-1910 году, произойдет формирование организации «Псероссийский национальный союз». Это лишь некоторые организации, некоторые партии, которые получили всероссийское значение. Дело в том, что в революцию 5-го года партии появлялись очень быстро, спешно. Общество, получившее разрешение на создание политических партий, стало создавать их в каждом регионе, и первоначальное число партий в России насчитывало несколько сотен, в том числе десятки монархических партий. Но со временем многие региональные партии прекратили свое существование, а наиболее жизнеспособные из них стали вливаться в крупные всероссийские структуры на правах отделов. Все эти партии были объединены термином «правый», как я уже сказал, и так они вошли в историческую, академическую литературу. Почему «правый»? Правыми их назвали публицисты того времени, да и сами участники этих партий согласились с этим названием, по общей европейской традиции. Как со времен Великой Французской революции сложилась ситуация, когда в парламенте по правую руку от председателя оказались роялисты, а по левую наиболее радикально настроенные силы, так эти прозвища прикрепились к различным политическим силам. И надо сказать, что русским монархическим деятелям термин «правый» очень понравился и пришелся по душе, потому что они тут же соотнесли его со священным писанием, с Евангелия. Поскольку эти партии были еще и христианские, сравнение, да, определение «правый» пришлось им по душе гораздо больше, чем определение «левый». Ну и вот, поскольку всем были хорошо известны слова о том, что праведники окажутся по правой руку от спасителя, а грешники, да, соответственно, по левую, и много других подобных примеров, где с правым ассоциируется все хорошее, а с левым, соответственно, все плохое. Ну и, кроме того, в русском языке слово «правый» также было созвучно словам с положительной коннотацией, таким как «правда», «правильный», «праведность», «справедливый» и так далее. Кроме того, как я уже сказал, очень часто их называли черносотенцами, причем это прозвище было брошено противниками монархических партий для того, чтобы выставить их в негативном свете. И здесь, конечно, первую роль, наверное, играла ассоциация с чем-то плохим, нехорошим, черным, темным и так далее. Хотя на самом деле сами представители монархических партий, не все, но многие приняли это название и подчеркивали, что они горды называться черносотенцами, поскольку считают себя представителями простого, черного, обычного, да, трудового русского народа. Также их называли националистами, хотя, если подходить к этому вопросу строго, собственно, националистами была лишь одна партия в этом движении, Всероссийский национальный союз. Дело в том, что именно члены этой партии сами себя так и называли, русскими националистами. Это была первая в России партия, члены которой провозгласили себя собственно русскими националистами. Партия, которая поддерживала правительственный курс Столыпина и, если говорить о монархическом движении, то находилась на его левом фланге, то есть очень близко к умеренным либералам. Вот, поэтому правый лагерь изначально не был един, да, это, скажем так, понятие весьма условно, но оно было идеологически близко и придерживалось каких-то общих целей и ценностей, о которых я тоже сегодня скажу. Чтобы представить размах этого монархического движения, когда мы говорим о событиях начала 20 века, нужно иметь в виду, что правые партии все вместе численно превосходили все остальные партии в России на определенный период. То есть совокупная численность всех монархических партий к концу революции 905 года составляла не менее 450 тысяч человек. Это больше, чем все вместе взятые партии либералов и социалистов. Кроме того, монархические партии оказались достаточно демократичны. Они смогли охватить абсолютно все сословные группы класса российского общества. И надо сказать, что до определенного времени в рядах монархических партий были представители родовитого дворянства и представители русской интеллигенции, духовенства, купечества, казачества, крестьян и рабочих. Пожалуй, другие партии не могли этим похвастаться, поскольку либеральные партии преимущественно захватили в свои ряды представителей торгово-промышленных кругов, либеральную интеллигенцию. Революционные партии старались делать ставку на рабочих и крестьян. Монархические партии собрали всех, представителей всех сословных групп. Правда, удержать на долгое время им такой состав не удалось. Кроме того, долгое время совершенно был замалчиваемый факт, что монархические партии активно вступали и рабочие, создавали свои политические организации и при помощи монархистов планировали отстаивать свои интересы. Что касается руководящих органов крупнейших монархических партий, таких как Союз Русского Народа или Союз Михаила Архангела, то здесь надо сказать, что в плане образовательного уровня они мало уступали другим политическим партиям. И несмотря на то, что противники пытались выставить монархические партии как невежественные, простонародные, темные, все руководящие органы монархических партий состояли из людей, имеющих высшее образование. Ну, например, видными политиками-монархистами были академик Соболевский, известный врач Петр Никольский, профессор-историк Андрей Визигин, профессор-филолог Юлий Кулаковский и многие другие. Также были в их составе руководящих органов юристы, сановники, администраторы. Ну, например, я коснусь лишь некоторых самых известных имен. Председатель Союза Русского Народа Александр Иванович Дубровин был врачом. Следующий председатель этой организации Николай Евгеньевич Марков гражданским инженером. Один из самых известных, ярких и харизматичных монархистов, который возглавит Русский Народный Союз имени Михаила Архангела Пуришкевич, получил историко-филологическое образование в университете. Также важно отметить, что монархические организации пользовались и активной поддержкой со стороны значительной части православного духовенства. Например, членами Союза Русского Народа были Иоанн Кронштадтский, который ныне прославлен как святой, будущие патриархи Русской Православной Церкви Тихон Белавин и Алексей Семанский. Среди членов правых партий и их покровителей было много архиереев и священников, и более десятка из которых ныне почитаются Русской Православной Церковью как святы. Несмотря на то, что противники монархического движения пытались представить его маргинальным, оно до определенного времени пользовалось поддержкой значительно большей части российского общества, чем политические организации другой идеологической направленности. И здесь можно выделить, наверное, три этапа в деятельности русских монархических партий. Первый этап это революционные годы 1905-1907. Это период зарождения, становления, расцвета черносотенных монархических союзов, время, которому они достигли максимальной численности и влияния. Второй период начался с конца седьмого, где-то с начала 908 года и продолжался до 1914 года. Этот период был характерен уже упадком. Началась внутрипартийная борьба, начались расколы, в результате утратилась значительная часть социальной базы, была потеряна прежняя численность. Ну и третий период, заключительный в рамках России, это период с 1914 по 1917 год, от начала Первой мировой войны до Февральской революции. Это был период уже краха монархического движения в России и быстрого ухода его с исторической сцены. Достаточно сказать, что, как я уже говорил, если в 907 году численность монархических партий и союзов вместе взятая была около 450 тысяч членов, то в годы Первой мировой войны она сократилась до 30-45 тысяч человек, то есть стала в 10 раз меньше. Связано это было не только с тем, что многие деятели правых партий были призваны на фронт в результате войны, но и во многом с тем кризисом, в котором пребывало монархическое движение накануне революции. Электорат партий правых значительно сузился, полностью было утрачено влияние на рабочих, начался массовый отход крестьян, все меньше в составе правых партий было представителей интеллигенции. Каковы же были идеологические установки монархических партий в начале XX века? Как я уже говорил, центральный идейный постулат, который отстаивали все без исключения правые партии, это была формула православия в самодержаве народа. Основным главным признаком Российской империи для монархистов было, конечно, православие, а лучшей системой политической власти, которая, по их мнению, наиболее удовлетворяла православному мировоззрению, это царское самодержавие. То есть этот ряд выстраивался в иерархической последовательности. На первом месте православие, только православие давало силу царскому самодержавию, поскольку царь воспринимался как помазанник божий. И дальше шла третья составляющая, народность, под которой подразумевался государство, образующий русский народ и отечество в целом. При этом монархисты начала XX века обычно указывали, что они различают так называемое истинное самодержавие и западноевропейский абсолютизм. В частности, они подчеркивали то, что при абсолютизме монарх может делать то, что он хочет и не сдерживаемый никакими регуляторами, то самодержавный монарх, который следует учению православной церкви, ограничен целым рядом вещей, которые заключаются в церковном учении. И афористично это выразил видный политик-монархист, депутат Государственной Думы Георгий Шичков, который произнес однажды такую фразу «Русь самодержавием строилась, а абсолютизмом болела, а потому да здравствует самодержавие и долой абсолютизм». Сами себя деятели монархических партий считали наследниками славянофилов и русских консерваторов конца XIX века. Поэтому точно так же, как их предшественники, они продолжали отстаивать тезис об особом историческом пути России, а следовательно выступали противниками механического заимствования западноевропейских политических институтов Эдии. Они были в одинаковой степени противниками как либерализма, так и социализма, вне зависимости от толков и течений монархических партий, всегда выступали против буржуазных ценностей, против индивидуализма, против материализма, против антиклирикализма, критиковали космополитизм и идеи равенства, и не допускали, критиковали идею ответственности верховной власти перед представителями общества и выступали против каких-либо проявлений антипродиционализма. И надо сказать, что, как и для предшествующих поколений русских консерваторов, для лидеров монархических партий начала XX века были характерны признания приоритета самодержавно-монархической формы правления, необходимость сохранения конфессионального характера государства, они отстаивали принцип естественного неравенства людей, говорили о необходимости общественной иерархии и выступали горячими апологетами, проповедниками патриотизма и национализма. И данные установки таким образом приводили к особому отношению русских монархистов к таким общественным институтам, которые сохраняли и передавали традицию. То есть церковь, армия, школа и семья. Правда говоря, о национализме нужно отметить, что он имел специфические черты. Национальная идея у черносотенцев обычно находилась в подчиненном положении после православия и самодержавия и как бы ограничивалась этим. Другое направление представляла партия русских националистов, которая также относилась к монархическому движению. Они как раз национализм, русскость поставили на первое место, а православие и самодержавие подчинили этому понятию, что вызывало горячие споры в монархическом лагере и расхождение по этому вопросу. Но традиционные русские монархисты настаивали на том, что национализм должен находиться на третьем месте после православия, после самодержавия и лишь потом уже отводилось место этому направлению. При этом здесь важно отметить, что национализм приобретал самые разные черты. У каких-то монархических деятелей он приобретал шовинистические, агрессивные, совершенно недопустимые в современном обществе формы. У других деятелей монархического движения он принимал формы государственнические, культурные и более мягкие. При этом надо также отметить то, что застаивая интересы русских, а собственно говоря все монархические партии вне зависимости от направлений позиционировали себя защитниками русского народа в Российской империи, они вкладывали в понятие русский не узкоэтническую характеристику, а культурно-политическую. То есть русским по мнению большинства правых мог считаться тот, кто исповедовал православную веру, кто считал русский язык и русскую культуру своими родными, ну и поскольку они были монархистами, они добавляли к этому еще одно, и тот, кто предан своему монарху, тот, кто является монархистом. И вот очень показательно, что если мы возьмем фамилии многих видных деятелей монархического движения, то мы увидим, что среди них были потомки известных татарских родов, немцы по происхождению, православные поляки, молдаване, грузины, хакасы, французы, голландцы и многие другие, естественно, обрусевшие. Они носили фамилии французские, грузинские, молдавские, русские и прочие, но все считали себя истинно русскими людьми. И с точки зрения монархиста, монархистов того времени, начала 20 века, имели на это полное право, поскольку они сами себя таковыми определяли и считали русскую культуру своей культурой, Россию своей родиной. Более того, неоднократно русские монархисты и националисты подчеркивали, что многие носители немецких фамилий и других иностранных фамилий являются куда более русскими людьми, чем некоторые русские либералы, которые в своих воззрениях мало что, по мнению монархистов, имеют русского, ориентируются на какие-то общие европейские ценности и таким образом являются менее русскими, чем некоторые другие российские государственные деятели и политики с иностранными корнями. Правых нередко и монархистов нередко обвиняли в том, что их программные установки были архаичны, что они не соответствовали веяниям времени, потому были обречены на провал. Отчасти это верно. Трудно спорить с тем, что желание наиболее консервативной части русских монархистов сохранить или вернуть политический строй, социальный бытовой уклад, которые существовали в России до революции 1905 года были утопичны. Страна стремительно менялась и шла вперед. И стремление монархистов избежать пороков капитализма и сохранить Россию в качестве традиционной аграрной страны было хоть и понятно, но наталкивалось на необходимость индустриализации, наталкивалось на необходимость перевооружения армии, наталкивалось на необходимость решать остроту аграрного вопроса и многие другие проблемы, которые правом разрешить зачастую было достаточно трудно. Кроме того, проблема была еще в том, что в отличие от либералов и социалистов, которые ставили своей целью прийти к власти, чтобы преобразовать страну, монархисты такой цели перед собой не ставили. Монархические политические партии стремились не прийти к власти, ибо власть, по их мнению, должна была находиться в руках самодержавного царя, они стремились лишь влиять на власть, то есть заставить правительственные круги действовать по тем рецептам, которые они предлагали. Ну и методы этих воздействий были самые разные. Они использовали манифестации, молебны, посылку телеграмм, различные благотворительные акции, депутации, губернаторам и монарху, передачу различных записок, содержащих решение тех или иных вопросов к правительству, публичные доклады, лекционные турне, развили бурную издательскую деятельность. С появлением Государственной Думы правые партии, лидеры правых партий получили возможность обращаться ко всей стране с парламентской трибун. Более того, надо сказать, что были в рядах некоторых монархических правых и партии совершенно нового типа, которые в чем-то даже сумели опередить свое время. Ну, например, известный русский политик Владимир Пуришкевич, который организовал русский народный союз имени Михаила Архангела, превратил свою партию в первую в Россию монархическую партию парламентского типа. То есть партия активно действовала через Государственную Думу и сосредоточила свою работу во многом стенах парламента. Кроме того, специфическими чертами этой партии было то, что она обратила особое внимание на экономические вопросы, она проявила творчество в пропаганде и контрпропаганде, она развернула широкую издательскую деятельность, она обратила внимание на положение, которое существовало в средней, низшей и высшей школе. И, кроме того, пожалуй, это была единственная партия, которая обратила внимание на возможности только что появившегося кинематографа в деле государственной пропаганды, в деле формирования общественного мнения, и которая проявила большое внимание к спорту, который только начинал завоевывать симпатии россиян в начале XX века. Очень современной выглядела позиция лидера этой партии Пуришкевича, например, в отношении футбола, которым он рассчитывал отвлечь внимание молодежи от революционной деятельности и других каких-либо антиправительственных выступлений. И призывал вместе с тем развивать спортивные общества, сочетая их с патриотической пропагандой, для того, чтобы, тренируя тело, молодые люди вместе с тем воспитывались и в верности существующему государству, существующему политическому режиму. Правые монархисты также активно проявили себя в борьбе за народную трезвость. И первые трезвеннические общества в России создавались во многом при поддержке монархистов, которые считали, что если удастся побороть проблему народного пьянства, то таким образом удастся поднять благосостояние простого народа, отвлечь его от хулиганства и, соответственно, вырвать его из рук революционного движения, потому что, как рассчитывали правые, трезвый народ будет менее способен к различным безобразным бунтам. Неоднозначным было отношение монархистов к Столыпинской аграрной реформе. Дело в том, что монархические организации раскололись во взгляде на крестьянскую общину. Если одна часть монархистов считала то, что общину необходимо уничтожать и что крепкий крестьянин-фермер которых хотел добиться Столыпин будет опорой существующего режима, то другая часть монархического движения продолжала бороться за крестьянскую общину, потому что считала, что ее разрушение приведет к росту пролетариата, к обездевеливанию слабых крестьян и в результате лишь усилит революционные настроения в низах общества. также отмечу такой момент, который является одним из самых острых и болезненных. Монархические партии постоянно обвиняли их противники, а затем и многие историки в погромах, в черносотином терроре и в антисемитизм. Эти обвинения были отчасти справедливы, если левые создавали свои дружины для террористической деятельности, то монархические дружины по замыслу своему создавались для защиты правопорядка и помощи полицейским властям в условиях революционной ситуации. Это, конечно, не означает, что добровольные помощники власти всегда действовали в рамках закона. Нет, они часто его тоже нарушали, но неорганизованными бандами они тоже не были. В условиях экстремальной ситуации, которая свойственна радикализации общества, монархические дружинники нередко превышали свои полномочия. Иногда вовсе выходили из подчинения властям, но преступления, которые они совершали, все же нужно рассматривать как эксцессы, а не как целенаправленную террористическую политику прав. То есть правые не ставили своей задачей проводить террор, но отдельные лидеры правых, отдельные монархические дружины иногда втягивались в эту террористическую кампанию и отвечали на террор левой, террором правых. Что касается антисемитизма правых, то обычно им ставили вину еврейские погромы 905 года. Здесь тоже все не так просто. Действительно в октябре 2005 года в Россию охватила страшная волна еврейских погромов. Многие российские евреи пострадали, были ранены, погибли и так далее. Но дело заключается в том, что монархических партий на тот момент в России еще попросту не существовало. Погромщики не принадлежали к монархическим партиям, но многие из погромщиков потом, конечно, могли в эти монархические партии вступить. Могли, конечно, вступить и в других. Поэтому здесь ситуация такая. Лидеры монархических партий всегда осуждали еврейские погромы, никогда не призывали к еврейским погромам. Например, известно послание Иоанна Кронштадтского, который осуждал, глубоко осуждал любое насилие над подданными Российской империи. И более того, некоторые политики монархисты даже считали, что как раз отсутствие монархических партий, которые могли бы удержать простой народ от такой негативных действий, агрессивных действий, и повлияло на то, что погромы произошли. И действительно, как только монархические партии были созданы, а революционная ситуация пошла на спад, погромы против евреев больше не повторялись. А там, где они повторялись, в Польше, в Литве и в других частях Российской империи, русских монархических организаций нет. Поэтому, с одной стороны, действительно, несмотря на то, что среди правых были антисемиты, и политика монархических партий носила ярко выраженный антисемитский характер, тем не менее, к насильственным действиям против евреев они никогда публично не призывали. И объясняли это зачастую не только тем, что они были против любого насилия, но и тем, что любой погром это действие революционного характера, что тот, кто устраивает погром, тот, кто громит еврейские лавки сегодня, завтра будет с таким же восторгом громить и дворянские усадьбы. Поэтому, такой метод борьбы ими отрицался и не приветствовался. Кроме того, монархические партии обвиняли в том, что они организовали ряд политических убийств во время революции пятого-седьмого года. И действительно, мы знаем, что от рук монархистов пали депутат Государственной Думы либерал Герценштейн, были убиты депутат Госдумы Иолос, тоже либерал, и социалист депутат Каравай. Также говорили о том, что монархисты готовили покушение и на вид. На этом обычно как бы и заканчиваются обвинения в политических преступлениях правых. И, видимо, действительно, ко всем этим преступлениям монархисты были причастны, но до сих пор неизвестно, была ли это инициатива монархистов снизу, или это были прямые приказы от руководства партии сверху. По крайней мере, примечательный тот факт, что никто из лидеров монархических партий ответственность на себя за данные преступления не взял. И, более того, все они эти преступления осудили. И, когда мы осуждаем преступления, совершенные монархистами, мы должны точно так же помнить, что в то же самое время массовый террор индивидуальный практиковали деятели социалистических партий. Причем, если жертвами монархистов стали единицы, то жертвами социалистов стали тысячи. и социалисты в это же время практиковали террор и против членов монархических партий. Так, например, известный социал-демократ Георгий Валентинович Флеханов, являясь в целом противником террора, вместе с тем говорил, что в отношении монархистов мы можем признавать только один прием террора. И поэтому, если левые радикалы своей террористической деятельностью гордились, то правые радикалы от обвинений в терроре всегда отмежовывались, осуждали его и объясняли отдельные акты террора со своей стороны низким моральным уровнем отдельных своих членов. И хотя это замечание не свидетельствует о том, что среди вождей правого движения не было людей, способных на политические убийства, например, Пуришкевич, о котором я говорил в 16-м году, был причастен к убийству Григория Распутина, но, по крайней мере, это говорит о том, что у левых и у правых, у социалистов и у монархистов было принципиально разное отношение к террору. Очень непросто складывались отношения у монархистов с государственной властью. Дело в том, что монархисты объявляли себя безоговорочными сторонниками и верными слугами только царя. К правительству уже они относились как к явлению временному. Правительство сегодня одно, завтра правительство другое, царь волен в любой момент отправить правительство в отставку, и поэтому правые монархисты пытались активно влиять на формирование правительства, пытались гнать неугодных им министров, добиваться их отставки и продвигать на посты тех, кого они считали безоговорочно преданных самодержавной власти. При этом, опять-таки, в отличие от своих политических оппонентов, правые не претендовали на то, чтобы формировать правительство. Правые претендовали на то, чтобы царь их услышал и, руководствуясь их советами, выбирал в правительство тех людей, которых они считали полезными для России в это время. При этом председатели российских правительств, премьер-министры, тоже относились к правым партиям очень неоднозначно. Ну, например, самый яркий представитель российской власти, Петр Столыпин, приложил немало усилий для того, чтобы ослабить монархическое движение, особенно крайне его крыло, поскольку он не хотел видеть не только оппозицию слева, но и оппозицию справа. И для того, чтобы создать в Государственной Думе лояльное и податливое большинство, он приложил немало усилий для ослабления монархического движения, и как раз при его активном участии появилась партия русских националистов, Всероссийский национальный союз. Партия, с одной стороны, монархическая, с другой стороны, полностью разделяющая реформаторский курс Столыпина, ведущая себя во многих вопросах более прилично, чем крайне правые радикалы, и партия, которую Столыпин пытался превратить в партию власти. Таким образом, отношения были достаточно двойственны и непросты. Очень часто правые вступали в конфликт с правительством и хотели видеть во главе среди управленцев совершенно других людей. При этом правые очень зависели от правительства, потому что, начиная с момента возникновения монархических партий, они всегда в той или иной степени пользовались материальной поддержкой от власти. За это их обвиняли их политические противники, считали, что они содержатся на правительственные деньги, что они являются наймитами. Но на самом деле все было не так однозначно и просто. Во-первых, суммы, которые власть отдавала правом, были существенными, но не очень большими. Денег правым партиям вечно не хватало, и та субсидия, которая им выдавалась, лишь помогала им поддерживать какие-то свои, как правило, печатные издания. Кроме того, сами правые считали, что нет ничего зазорного брать деньги у властей. Ведь революционеры брали деньги в иностранных различных банках на то, чтобы бороться с существующим государственным строем в России. Они же брали деньги у царского правительства, защищая царя и царскую Россию. То есть таким образом не делали ничего плохого за те средства, которые получали. Ну, а чтобы составить представление о материальной поддержке, можно сказать, что когда в годы Первой мировой войны монархические партии получали сотни тысяч рублей на свою деятельность, то либеральные и либеральные партии получали от правительства миллионы рублей на организацию различных мероприятий, призванных оказывать помощь фронту, тылу и так далее. Очень непросто монархические партии относились к Государственной Думе, ведь возникновение Государственной Думы означало зарождение в России парламентаризма. Часть правых категорически негативно отнеслась к Думе, особенно после неудачного опыта первых двух Дум. И они стали бойкотировать выборы и призывать царя распустить этот законодательный орган, который, по их мнению, пытался украсть часть власти у самодержанцев. Другая же часть, более умеренная, привыкла к новой политической системе и более того, оценила ее возможности. То есть ставшие парламентариями лидеры монархических партий, такие как Курешкевич, Марков и другие, кинулись в парламентскую работу и стали говорить о том, что Государственная Дума необходима, что она помогает бороться с бюрократическими злоупотреблениями, что Государственная Дума помогает царю видеть народный взгляд на различные проблемы, а значит, долг монархистов участвовать в таком органе, который учрежден по воле царя. И, как говорил председатель, последний председатель Союза русского народа Николай Марков можно быть недовольным Третьей, Четвертой, Двадцатой Думой, разгоните их, выберите настоящую русскую, но как учреждение Государственная Дума необходима. Без этого России не существовать. То есть, таким образом часть монархистов эволюционировала и постепенно вписывалась в новую политическую систему на правах консервативной парламентской оппозиции. Что же касается такого сегмента монархического движения как русские националисты, то они полностью поддержали Государственную Думу как институт и по большому счету сосредоточили свою деятельность именно Государственной Думы. Только предреволюционная ситуация накануне 1917 года заставила многих правых изменить свое отношение к Государственной Думе. Поскольку в Думе сложился оппозиционный прогрессивный блок, поскольку думское большинство начало атаку на государственную власть. Правые увидели, что Государственная Дума превращается в центр оппозиционного движения в стране и где-то с конца 2016 года дружно вместе уже все заговорили о необходимости немедленного ростуства Думы, изменения закона о выборах для того, чтобы новую Думу получить более консервативно. Но что характерно, о полной ликвидации Думы они не говорили даже о этих условиях. Как же монархические партии собирались противодействовать революции, которая приближалась к 17 году? У них была своя программа. Правые с большой прогностической точностью предсказывали как свое поражение, как они теряют своих сторонников, так и печальный итог либеральной оппозиции. То есть правые лет за пять до революции уже говорили о том, что либералы в России смогут захватить власть совсем ненадолго и очень быстро уступят ее левым радикалам. И в связи с этим уже в эмиграции один из либеральных политиков известных российских Василий Маклаков был вынужден признать, что в своих предсказаниях правые оказались пророками. И вот к началу 17 года у монархистов уже практически не оставалось сомнений в том, что революция стоит на пороге России. Они отдавали себе отчет, что революция близка и пытались выработать программу, которая должна была спасти империю от революции. Какие же меры они предлагали? Они предлагали назначить на высшие государственные военные должности только верных монархистов, которые обладают необходимой энергией. Они требовали немедленного распуска Государственной Думы и изменения избирательного закона. Они требовали срочного введения военного положения в главных городах империи в Петрограде и в Москве. Они требовали сосредоточить в обеих столицах надежные войска вооруженных пулеметов. Они требовали немедленно закрыть все органы оппозиционной печати и усилить печать консервативной. Они требовали подчинить всех рабочих законом военного времени, чтобы исключить забастовки, волнения и так далее. Они требовали направить правительственных комиссаров во все общественные организации. Они требовали разрешить губернаторам отстранять от должности всех, кто замешан в антиправительственной деятельности. Ну и подобные меры. И надо сказать, что среди других предложений также звучало в случае волнения объявить страну на военном положении, назначить решительного диктатора для подавления революции, надежно защитить средства связи, то есть телеграф, почту, железные дороги, занять войсками те главные площади городов, чтобы не допустить массовых собраний, и выдать монархистам оружие, и по их указанию провести аресты революционных элементов. И надо сказать, что в этих предложениях монархистов по противодействию революции было высказано немало мыслей, которые могли бы революцию предотвратить, но все упиралось в то, что условий для выполнения этих требований в стране уже не было. Все упиралось в если бы, то есть если бы царь был решительным, если бы военные и гражданские власти последовали советам права, если бы защитники монархии выступили единым фронтом. Все могло бы пойти иначе. Но вся слабость и нежизненность этих рецептов заключалась в том, что ничего этого не было. В стране уже не было ни решительной власти, ни готовой брать на себя ответственность администрации, ни верного царю генералитета, ни сплоченных сильных монархических партий. Поэтому все эти предложения никак не могли быть реализованы на практике. И понимая, что революция становится неизбежной, тем не менее правые тоже никак не думали, что случится она уже в феврале 17-го года. И после революции монархические организации к удивлению своих противников рассыпались и прекратили свое существование. очень скоро они были запрещены новыми властями, они растерялись, растерялись потому, что царь отрекся от престола, а Михаил Александрович, великий князь, который должен был, согласно отречению императора Николаева, зайти на престол, отложил свое восшествие до решения учредительного собрания. Таким образом, монархистам не за кем было идти. Действовать без вождя, действовать без монарха, действовать в условиях, когда отрекшийся император приказал всем сплотиться для достижения победы над Германией, действовать в условиях, когда законный претендент на престол призвал всех дожидаться учредительного собрания, чтобы народ решил, хочет ли он монархию или республику, монархистам было трудно. Кроме того, они растерялись, рассыпались, подверглись репрессиям, некоторые из них прекратили всякую политическую работу, некоторые создали тайные организации, но реализоваться в том же масштабе, в котором им это удавалось сделать в 1905-1907 году и позже не получилось. Позже в эмиграции монархисты попытались воссоздать свои структуры и самым успешным проектом стало создание Высшего монархического совета. Это руководящий орган монархического движения в эмиграции, который был создан в Баварии в 1921 году. Предполагалось, что Высший монархический совет будет руководить всем русским монархическим движением на чужбине и ему подчиняться все монархические организации в различных странах мира. Во главе его стал бывший председатель Союза русского народа Николай Марков. Ряды этой организации пополнили некоторые бывшие либералы, которые разочаровались в либерализме после победы социалистической революции. Разместился Высший монархический совет первоначально в Берлине, стал издавать свои журналы, свою газету и придерживался прежних взглядов на политику и вопросы. Единственным исключением стал несколько новый нетривиальный лозунг, который был провозглашен «Бог, царь и народный совет», который предполагал трансформацию сложившегося в России советского устройства в обновленное монархическое государство. И, надо сказать, к началу 1922 года руководство Высшего монархического совета признали 85 монархических организаций русской эмиграции. Но и здесь в скором времени начались расколы и Высший монархический совет пошел трещиной. Дело в том, что споры возникали и о тактике, и о том, как понимать монархию. Поэтому уже в 1924 году часть сторонников этой организации, часть членов этой организации основала свой русский народный монархический союз, который выступал за конституционную монархию, а не за самодержавую. Кроме того, спорили о том, на кого ориентироваться, потому что там были как сторонники про-германской, так и про-французской ориентации. Спорили также о том, кого они желают видеть на российском престоле. Так, например, в 1931 году во время Парижского съезда монархистов произошел раскол по вопросу о престоле наследия. Первоначально высший монархический совет отстаивал непредрешенческую позицию, поскольку сохранялась надежда, что царская семья могла спастись или кто-то из ее членов остался жив, поэтому провозглашать какую-либо конкретную кандидатуру считалось преждевременно. Когда стало ясно, что вся царская семья погибла, высший монархический совет стал поддерживать кандидатуру великого князя Николая Николаевича, дядю последнего царя, и не признавала претензий великого князя Кирилла Владимировича, который сам провозгласил себя в 24-м году императором Кириллом I. Но когда в 29-м году великого князя Николая Николаевича не стало, часть монархистов выступила за признание законности притязаний на престол великого князя Кирилла, что привело к расколу высшего монархического совета. В дальнейшем его возглавляли, Крупенский, затем последний Волынский губернатор Скоржинский. Но постепенно Высший монархический совет к началу Второй мировой войны практически потерял свое влияние и сошел с исторической аренды. Ну а с началом Второй мировой войны деятельность русских эмиграций, эмигрантов, претерпела серьезные изменения, а после ее окончания началась уже совершенно другая история. В заключении несколько слов скажу таких. Политическое положение русских монархистов было предопределено самим ходом истории. То есть уже в 16-м году стало ясно, что той угрозы монархической, черносотиной, правой, которой пугали либеральные левые издания, не существовало. Произошла дискредитация царского самодержавия, а значит и дискредитация его рьяных защитников. Это понимали и многие из дальновидных правых, которые очень пессимистично смотрели на свое будущее. Во многом трагедия монархического лагеря заключалась в том, что научившись довольно метко критиковать своих политических противников, обличать слабости социализма, капитализма, парламентаризма, показывать с удивительной прогностической точностью последствия, которым могли привести действия оппозиционеров или революционеров, монархисты не научились и не смогли предложить адекватные рецепты для вывода страны из глубокого кризиса и спасения монархии от кран. Они оказались сильными критиками, но не смогли представить программ, которые могли бы вывести из той ситуации, в которой оказалась страна. Кроме того, надо сказать, наверное, отметить еще такой момент, что по мере движения России по пути парламентаризма, по пути конституционной монархии, монархические партии также подвергались эволюции. Начиная сторонниками убежденного самодержавания и противниками парламентаризма, часть из них постепенно начиналась встраиваться в новую политическую систему и при иных условиях могла бы превратиться в консервативную парламентскую силу, действующую в условиях в том числе и конституционной монархии. Ну и быстрый уход правых монархических организаций со сцены, конечно, был обусловлен в первую очередь совершенно неожиданной ни для них, ни для российских либералов, ни даже для большинства российских социалистов стремительными революционными событиями 1917 1917 года. Большое спасибо, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Рекки, пожалуйста, вопрос. Хорошо, спасибо. Вопрос следующий. Смотрите, вот столько раз мы слышим, что государь отрекся, было отречение и так далее. Но, если не ошибаюсь, документ, якобы документ отречения, это всего лишь бумага, неофициальный бланк, обычная бумага и написана карандашом. Обстоятельства, в которых состоялось якобы отречение, не знаю, какой-то вагон, пришли люди, которые, не знаю, давили на государя, я не знаю, он же был то ли арестован, то ли не арестован, но в этих обстоятельствах и в виде этот документ, якобы документ отречения, разве можно говорить действительно об отречении? Как вы считаете? Смотрите, какая была ситуация. Документ был подписан карандашом, документ был составлен в недопустимой для такого акта форме. И историки, которые серьезно изучают этот вопрос, сходятся в следующем на сегодняшний день. Возможно, таким путем Николай II хотел послать обществу сигнал, что документ написан не по доброй воле. Возможно, император Николай II таким путем хотел при других условиях аннулировать этот документ, поскольку юридически он действительно не имеет сил. Но с другой стороны, вся общественность настолько желала этого отречения на данный момент, что документ был пропущен и одобрен сенатом. То есть все сделали вид, что с документом все в порядке. Что касается широкой общественности, то она увидела в газетах лишь манифест с нужной шапкой «Мы, Николай II, отпечатаны в газетах». То есть все, чего не хватало в оригинальном документе, появилось в опубликованной его версии. Поэтому тут ситуация сложная. То есть все, кто судил об отречении по газетам, а другого источника информации не было, приняли отречения. Император Николай II, написав этот документ в такой форме, никогда не подвергал его сомнению. Ведь он находился, он оставался живым еще до 1918 года, и нет ни одного свидетельства, ни в разговоре с матерью, ни в письмах и так далее, где бы он поставил под сомнение сам факт, что он подписал документ, в котором он отказался от престола. Да, отказался под давлением, да, отказался в условиях, когда весь генералитет отказался его поддержать. То есть, таким образом, монархисты были растеряны. Если бы монарх в этих условиях позвал за собой, они бы имели легальное право попытаться, по крайней мере, сплотиться и выступить на его поддержку. Но монарх сложил себя полномочия и приказал не разжигать гражданской войны никакой, да, а довести страну до победы. То есть, сохранить единство. И вот это, естественно, сыграло очень важную деморализующую роль для монархического движения. А сама история, конечно, поэтому правильно говорить, что царь написал не манифест об отречении, а составил некий акт об отречении, который был оформлен вот в такой вот нарочито неверной с юридической точки зрения форме, но тем не менее принятый и одобренный высшим юридическим органом страны. Исчерпывающий ответ. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, я благодарю всех собравшихся за внимание. Спасибо большое, что посетили данную лекцию. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok